Составлен список общественных и частных фондов, кто по итогам работы возглавил рейтинг рекордсменов по благотворительности. Такие данные привело издание «Ранкинг КИЗ». Таким образом, лидером по объему благотворительности признан общественный фонд «Казахстан Халкана». Ну а вот среди частных организаций таблицу возглавил фонд «Халык». Напомним, благотворительный фонд создан по инициативе казахстанского бизнесмена Тимура Кулебаева еще в 2016 году и больше чем за 8 лет направил на социальную поддержку и помощь в Казахстане свыше 85 миллиардов тенге. Это больше, чем у других частных фондов, которые основали казахстанские предприниматели. Мураджа Киев расскажет подробнее. Открытость и прозрачность – это главные принципы работы общественного фонда «Казахстан Халкана». Он был создан в 2022 году по инициативе президента для решения проблем в сфере здравоохранения, образования и для социальной поддержки казахстанцев. И за это время профинансировал больше 80 программ и проектов во всех регионах Казахстана. В настоящее время в капитал фонда поступило больше 250 миллиардов тенге. Эти деньги пошли на разные социальные нужды и благотворительность, от строительства жилья для семей, пострадавших от паводков, до выделения образовательных грантов, талантливой молодежи и на здравоохранение. Положительные отклики мы в первую очередь получаем от тех, кому непосредственно оказали помощь. Наиболее яркие отклики, наиболее свежие – это, безусловно, люди, которые получили новые дома. В некоторых селах, где мы строили дома пострадавшим от паводков, мы построили дома целыми блоками. В Западно-Казахстанской области есть сформирован целый микрорайон, который символично назван «Казахстан Халкана». Немалые деньги на благотворительность выделяют и частные казахстанские организации. Так, например, фонд «Халык», созданный по инициативе казахстанского бизнесмена Тимура Кулебаева, за 8 лет направил на социальную поддержку и помощь в Казахстане больше 85 миллиардов тенге. И тем самым поддержал больше 120 социальных проектов. Этот показатель заметно превысил результаты других частых фондов, которые основали казахстанские предприниматели. В текущем году на реализацию социально-благотворительных проектов нашим фондам направлено 37 миллиардов тенге. Из них львиная доля, это 31,5 миллиардов тенге, были направлены на восстановление домов и квартир, пострадавших от паводков в городе Кусаре, от Раусской области. Здесь я четко хочу подчеркнуть, более 1 тысячи квартир было восстановлено нашим фондом. Мы все эти квартиры восстановили, передали гражданам. В этом году благодаря фонду «Халык» в селе Аулия-Коль появился новый детский сад. Это стало важным шагом в восстановлении Костанайской области, пострадавшего от крупных пожаров два года назад. На строительство детского объекта было направлено больше 1 миллиарда тенге. Кроме того, почти 7 миллиардов тенге направлены фондом для покупки квартир в Астане нуждающимся семьям. Между тем, эксперты отмечают, что крупные частные фонды стали прозрачными в своей работе и каждый раз, например, их показывают, что благотворительность – это стало новым трендом в Казахстане. Я была сама удивлена, что у нас на самом деле очень много благотворительных фондов, которые там направлены, например, и на ЧАЭС в том числе. Мне кажется, с каждым годом их просто растет количество, и мы все-таки придем к тому, что у нас устаканится сама система, устаканится то, как должны работать благотворительные фонды, и у людей сложится картинка, как я должен жертвовать в эти благотворительные фонды. К слову, в этом году Казахстан в международном рейтинге благотворительности находится на 113 месте. Из 100 максимально возможных баллов наша страна набрала 33 балла. Это значительно меньше, чем в других странах СНГ, например, по сравнению с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном. Однако эксперты оптимистичны в прогнозах и считают, что в Казахстане благодаря тому, что благотворительность и волонтерство набирают государственную поддержку, имеют все шансы улучшить позицию в международном рейтинге на следующий год. Муража Кеев, Амина Абдрахманова, Михаил Казначеев, Атамикен Бизнес.